Здравствуйте, уважаемые слушатели Красного Университета! Первая тема сегодняшнего занятия в рамках Красного Университета – борьба за сокращение рабочего времени. В рамках этой темы, я думаю, осветить и рассмотреть три основных вопроса. Первый – а почему вообще надо ставить вопрос о сокращении рабочего времени? Второй – насколько это возможно? Ну и третье – почему, собственно, надо бороться за сокращение рабочего времени, поскольку название темы лекции говорится именно о борьбе за сокращение рабочего времени. Давайте по порядку рассмотрим эти вопросы. Вот хорошо известно слушателям Красного Университета, что человек – это существо мыслящее, разумное, говорящее и трудящееся. То есть, входит в определение человека. Ну а рабочее время, как мы с вами понимаем, это измеритель или мера труда. Есть, конечно, у труда и другие меры, затраты, энергии, но вот такой всеобщий, и я бы сказал, социальные меры выступает именно рабочее время. И вот как-то вот это можно воспринять как противоречие, что человек – существо трудящееся, а мы вроде бы его лишаем возможности удовлетворить потребность в труде, потому что ставится вопрос о сокращении рабочего времени. И, конечно, это определенные противоречия, но я хотел бы, чтобы понять смысл этого противоречия. Во-первых, уточнить, о каком труде идет речь в первую очередь. Мы знаем, что есть такое строгое, политэкономическое определение труда, как судесообразные деятельности по преобразованию данной природы для удовлетворения человеческих потребностей. То есть, вот это определение имеет в виду материально-производительный труд. И материально-производительный труд тоже является потребностью человека. Хотя мы знаем, что чем дальше, тем больше в рамках экономики развиваются те виды трудовой деятельности, которые непосредственно не являются материально-производительными. Ну, речь идет, скажем, о труде по управлению, о труде, связанном с образованием, с лечением, с искусством. Это тоже виды труда, продовой деятельности, но не являются непосредственно производительными. Вот когда речь идет о потребностях человеческих, то, конечно, речь идет, подразвивается труд материально-производительный. То есть, труд, который связан с образованием природы для удовлетворения человеческих потребностей. И вот, казалось бы, если человек должен трудиться, то почему и на каком основании надо ставить вопрос о сокращении времени неудовлетворения этой потребности? То есть, мы с вами понимаем, что сокращение рабочего времени это означает, что потребность удовлетворяется меньше. Так можно ставить вопрос, как мы с вами понимаем, при одном условии, что люди трудятся сверх своей потребности. Вот в труде. И это, наверное, разумно. Потому что возьмите любую потребность. Вот немножко отвеешься. Вот сейчас мы знаем, что труд часто, особенно материально-производительный, идет в тяжелых условиях, он не очень привлекательный. И по содержанию. Поэтому, кажется, естественным, что это меньше так трудится. Но даже если мы возьмем другой вид какой-нибудь деятельности, что называется, ну, например, потребление. Уж казалось бы, потребление – это вообще, опять, ешь свое удовольствие, что тут, может быть, удовлетворяешь свою потребность. Ну, вот, то есть, мы знаем, по детям, да, кашкой кормят, ложечку за маму, за папу общую, потому что перекормили этой кашкой. Ребенку надо расти, он же маленький очень, ему надо расти, значит, надо питаться хорошо. Это понятно. И он с удовольствием ест, но в меру. Когда выходишь за эту меру, вот начинается это впихивать, эту ложечку. Так вот, если говорить о труде, очевидно, речь идет о сокращении рабочего времени, как времени материальной производителя труда, при тех обстоятельствах, что этот труд выходит за рамки потребностей человека и, ну, так сказать, является трудом сверхпотребности. А вот деятельность сверхпотребности удовлетворения уже не приносит. Любой возьмите деятельность, хоть самую, так сказать, привлекательную. Что вы любите делать? Заниматься физкультурой, ну, хорошо. Вот с удовольствием позанимайтесь 2-3 часа. А если 6-7-8, вот если вот смотрим на, скажем, на профессиональных спортсменов, ну, вообще-то люди, конечно, им нравятся. Но уже смотришь, они просто вот эту ножку тянут на себя, потому что, ну, уже сверх, уже им три тренировки, потом играем, так эта клюшка надоела, или так этот мяч надоел, чувствуется, что, ну, только ради денег. Да. Значит, вот при каких обстоятельствах может идти речь о сокращении рабочего времени, при тех обстоятельствах, что трудятся люди сверхразумные потребности в труде. То есть, тогда, когда труд слишком продолжительный, съедает время для творения других потребностей социального плана. Потребности, в частности, свободного развития, связанных с наличием свободного времени. Ну, и вот я думаю, что надо отметить, такая ситуация сложилась исторически. Когда она сложилась исторически? Когда, так сказать, за производительным трудом были закреплены большие группы людей, классы сначала рабов, потом крепостных крестьян, потом, наверное, их рабочих. И они обслуживали потребности тех классов, которые находились за рамками материального производства. Да. И вот, значит, условием развития общества было как раз разделение труда, когда труд производительный закреплялся за непосредственным производителем, мы исторически уже назвали эти классы, а вот непроизводительный труд выполнялся другими людьми. Когда такое разделение имело смысл? Я имею в виду общественное разделение труда, и было просто необходимым. Было необходимо, поэтому оно было тогда и действительным. Это было необходимо в тех условиях, когда базис производства был консервативным, индивидуально применяемое орудие труда и преобладал ручной труд. И вот мы знаем из истории, что такой технический базис означал невысокую производительность труда, когда избыток сверх необходимого для потребности самого производителя был очень большим. И тогда приходилось, для того, чтобы развивать виды деятельности в рамках свободного времени общества, управления, образования, наука, значит, здравоохранения, приходилось как можно больше выколачивать труда производительного, то есть непроизводительный труд, возрастал в меру увеличения объемов производительного труда. И вот это надо связь еще понять, какую связь? Надо понять ту связь, что непроизводительный труд, это вообще-то говоря, представляет собой реализацию экономии производительного труда. Вот производительный труд, мы знаем, он охватывает не всю сферу деятельности и не всю жизнь любого человека, не всю. А, значит, почему? Потому что, так сказать, он уже настолько производительный, что может обеспечивать и самого человека, и не тех, кто не трудится, сначала детей и так далее. А вот когда, значит, появился металл, и культура обработки земли выросла, и скотоводство, и земледелие, значит, стали развиваться как отдельную то есть промышленность и производительность выросла настолько, что труженик мог уже обеспечить себя, там, называется, своих близких, и не только их. И тогда появилась возможность этот избыток превратить в прибавочный продукт. Но, тем не менее, значит, производительность повышалась очень медленно, и на самом деле, вот при господстве ручного труда, экономия труда производительного была не очень значительная, и всегда склалось такое положение, что общий фонд рабочего времени в производстве превышал фонд нерабочего времени. То есть, времени, предназначенного для других видов, я бы так сказал, более возвышенных видов деятельности, и экономической, и не экономической, вот, значит, этот фонд был всегда меньше. Значит, поэтому, если нужно было, а это нужно было для развития, в том числе и производительных сил, производительных наук, образования, то это требовало, значит, выколачивать как можно больше труда из тружников, увеличивать количество тех, кто труется на земле, там, в мастерских, в мануфактуре, в мануфактуре ведь тоже, мимо прочего, кооперация труда большая, с разделением труда внутри, но основанные на ручном труде. И вот, такая ситуация меняется, то есть, и вот мы фиксируем, что вот в этих условиях как раз и появляется такое положение, что люди, я имею в виду, непосредственно производители трудятся сверх своей потребности, потому что они трудятся, как, вот знаете, за себя, как было в песне, за своего парня, ну, песня имела другой смысл, а здесь вот так, они за себя трудятся, еще за тех, кто не трудится, хотя трудоспособны, да, они выполняли эти люди, общественно полезные функции тоже очень часто, развитие науки, искусства, хотя выполняли функцию подавления тех классов, которые были закреплены за производительным трудом. У феодального государства, владельческого, кандидатистического эта функция всегда присутствует, занимает очень значительное место. Вот из людей непосредственно производители выколачивали как можно больше труда, и поэтому они всегда трудились сверх своей потребности. Поэтому вот в условиях эндогонистических классов, то есть класс, интерес которых противоположны, и существует такая ситуация, что класс господствующий присваивает прибавочный труд и свободное время, созданное трудом класса, значит, эксплуатированного. Вот в этих условиях, конечно, мы имеем ситуацию, что потребность в труде не просто удовлетворяется, она удовлетворяется с избытками. Труд становится, это вполне естественно, за рамками, когда он уходит за разумные пределы, за время удовлетворения потребности, становится бременем, тяжестью, ну и вот вполне естественно, в таких условиях работники старались как можно больше предпринять всяких усилий, чтобы отлынивать от этого труда, а с ними боролись, соответственно. Вы хотите отлынивать, мы вас тогда прикуем к орудию, вот, пожалуйста, вы будете раб. Если вы, так сказать, бежите куда-то, то мы вас поймем, поймаем, я имею в виду, крепостного крестьяна, от такого труда бежит, на барщине поставим, племотом, ноздри, выдадим, чтобы, все равно вас на каторгу отправим. То есть государство очень настойчиво с этим боролось, эксплуататорское. И вот такая ситуация, когда неизбежно, что класс санятым материальным производством людей троится сверх потребности, разумной потребности труда. Такая ситуация была исторически необходимой, но историческая необходимость в такой ситуации отрицается, когда осуществляется машинный переворот. То есть мы знаем, что машинный переворот означает, что утверждается фабрика, как кооперация труда, основанная на использовании системы машин. И вот в существовании машинного переворота уже повышение производительности труда обеспечивается за счет развития науки, и техника превращается в приложение научных знаний, воплощение научных знаний. Но мы с вами понимаем, что наука разговаривается безогранично, она ограничена всегда сегодняшним уровнем знаний, но эта граница будет преодолена, и всегда это такая граница, которая становится пределом. То есть граница, с которой выходит, и мы понимаем, что это вот теперь уже бесконечно. Это означает, что применяется, чем дальше, тем больше, все более эффективная техника. А эффективных техник, если значит, отбросить специфически такой критерий, скажем, критерий, как повышение прибыли, оценивается тем, что она замещает живой человеческий труд, высвобождает его. Вот такой коренной критерий эффективности новой техники в условиях машинной индустрии. Она высвобождает труд из производства для других целей, для других видов деятельности, связанных с образованием, с здравоохранением, с наукой и искусством. И вот это можно было так сказать предположить так в теоретическом плане, но это на самом деле можно подтвердить расчетами, и такие расчеты проделывали, я тоже проделал такой расчет, то есть отношение времени высвобождено из материального производства с рабочим временем в сфере материального производства. Вот если до машинного переворота норма свободного времени, так называется это отношение, норма свободного времени была меньше единицы, норма свободного времени общества была меньше единицы, то после промышленного переворота норма свободного времени общества, то есть отношения, социальные деятельности, которые осуществляются за рамок непосредственно производительного труда, к времени этого производительного труда, это отношение больше единицы, и оно с прогрессом технике только увеличивается. И сегодня, по нашим расчетам, составляет 4 к 1. То есть, 4 часа времени деятельности за рамками создания непосредственно продуктов. Здесь, конечно, деятельность и по управлению, деятельность, связанная с производством, но не являющаяся непосредственно производителем. Она сюда входит тоже. Помимо той деятельности, которая вообще за рамками производства, образования, искусства, здравоохранения. Так вот, 4 часа такой деятельности приходится на один час, собственно, производительного труда. И, как мы с вами понимаем, это отношение будет только увеличиваться. Иногда это отношение считают, что называется, по людям. Вот сферы занятости, сферы непроизводственной деятельности, сферы непроизводственной деятельности. Но это не очень точный расчет, потому что те, кто в производственной деятельности, они тоже какую-то часть имеют свободное время. Я уже говорю о каплистической экономике. Поэтому и на их долю приходит свободное время. Так что здесь более точным измерительным является именно не отношение занятых в производственной, точнее говоря, в непроизводственной сфере, занятых в производственной сфере, а отношение неэкономической деятельности, непроизводственной деятельности к времени материально-производительного труда. И вообще, вот такая норма, она уже больше четырех для экономически развитых стран. Я думаю, что там пройдет еще четверть века, она больше шести и так далее. Что это означает? То есть, общество для того, чтобы создать необходимый продукт, мы с вами понимаем, что не просто на одном и том же уровне, а что продукт повышается в объеме своем, материальная обеспеченность подрастает. Причем всех членов общества. Поскольку повышение производительности труда проявляет себя в двух формах. В увеличении создаваемых продуктов при одновременном увеличении высвобожденного труда из сферы материального производства. Вот это две формы проявления, повышения общественной производительности труда. Так вот, в условиях такого повышения становится уже ненужным закрепление какой-либо части общества, за выполнением производительного труда, именно закрепление. Потому что, ну, время столько уже сэкономленного, столько, что, что называется, хватает для всех. И тем самым подрывается основа, подрывается необходимость закона общественного разделения труда. Я подчеркиваю, что речь идет именно об общественном разделении труда, то есть о закреплении, социально-экономическом закреплении больших групп людей за экономически неоднородными видами деятельности. Я вовсе не хочу сказать, что уничтожается разделение труда, понимаемое как техническое, что есть многие виды трудовой деятельности, да, такого не может быть, потому что многие продукты, ну, моноклатура современного производства – это много, миллионов всяких продуктов, соответственно, они требуют таких видов деятельности специальных. Так вот, такое разделение труда, называемое техническим, оно не уничтожается. Уничтожается такое разделение труда, когда за производительным трудом закреплен один класс у людей, за непроизводительным другой, значит, собственность. Но у одного класса людей другие лишены собственности. Вот это уничтожение, вот это разделение труда уничтожается. И с этим уничтожается класс. Потому что классы как раз являются выражением действия закона общественного выразделения труда. Так вот, когда фонд рабочего времени в производстве составляет 1 седьмую, ну хорошо, сейчас 1 пятую часть от всего фонда социальной деятельности, общества, то есть времени за рамками удовлетворения естественных потребностей. Мы же не будем считать с вами время сна, удовлетворение естественных приемов пищи, ухода с собой за время, которым человек свободно располагает. Его никак нельзя, так сказать, использовать в этих целях, и его вот мы исключаем рассмотрение. Так вот, значит, это время, свободное время возрастает, и тогда получается, что если мы распределили бы труд между всеми, труд в производстве, между всеми работниками, тогда на долю каждого работающего, занятого в производстве, ну, приходилось бы времени меньше, чем время непроизводственной деятельности. Ну, и опять это, так сказать, простая арифметика, вот когда мы с коллегами при написании книги на сокращение рабочего дня, как основание современного экономического развития, посчитали, а сколько же тогда приходилось бы времени на одного трудоспособного, если бы, рабочего времени в производстве, если бы все трудоспособные, я подчеркиваю, трудоспособные, то есть, мы не берем людей за рамками этого, и людей, совсем детей, если бы все участвовали в производстве, и не перекладывали, говоря словами Энгельса, не перекладывали на плечи других свою долю в производительную труда. Выяснилось, что эта величина составляет полтора часа в день. Полтора часа в день. Вот возможности сокращения рабочего дня в современной экономике. Такого, конечно, никогда не было. А что же, понятно, понятно, что, если машинный переворот завершился в нашей стране к началу 40-х годов прошлого века, ну, значит, в более развитых странах к 10-20-м годам прошлого века, то сегодня уже больше столетия мы живем в условиях господства купленной машинной индустрии, и вот этот эффект уже, конечно, накапливается. смена поколения техники, которые становятся совершенными, конечно, роботах можно было мечтать, там, в начале, скажем, 20-х годов века, это вот уже более поздний период. и, конечно, это не последнее слово техники, мы с вами понимаем. Значит, так вот, полтора часа. Вот, если говорить о том, а до какого уровня может быть сокращен рабочий день сегодня, сегодня, в современной экономике, если бы вот все люди участвовали в производстве троноспособной, то есть, если бы был уничтожный класс, полтора часа в день, и даже тут возникает вопрос, а что же, они должны полтора часа, тут пока только доедешь, пока уедешь, может быть, надо не полтора часа. Это, конечно, очень интересное обсуждение, мы с вами понимаем, а может быть, тогда он может сделать там три часа, значит, через день такой график труда. Это можно обсуждать, но я думаю, когда сложатся не только технические, материальные предпосылки, а вот социально-экономические, социально-экономические предпосылки, там люди сообразят, как лучше организовать труд, в тех условиях, когда трудиться можно в среднем полтора часа в день, сообразят, но вот нам не это сейчас важно обсуждать, а что в принципе такое возможно. Такое не было возможно тогда, когда вот Энгельс писал, писал свою работу антидюринг в 70-е годы, если не ошибаюсь, 19 века, что предпосылки для всесторонних всех членов общества и материальных обеспечений всех членов общества впервые сложились вот к тому периоду, но они сложились. Ну, конечно, за прошедшие полтора века эти материальные предпосылки ушли далеко вперед. Я не думаю, что во времена Энгельса на каждого трудоспособного приходилось, если разложить, фонд рабочего времени в производстве полтора часа. Может, там 3-4 было, а вот сегодня уже полтора. Ну, через 20 лет, может быть, это будет час. Я думаю, что это не последняя цифра, она меня уже не шокирует. Если мы с вами понимаем безграничность прогресса производства, повышение производительности труда, то все меньше и меньше и меньше будет приходиться времени в расчете на одного трудоспособного. То есть, возможность для сокращения рабочего времени сегодня уже опять полностью сформирована. Я вот назвал вам такую цифру. Мы с вами теперь понимаем, что эта цифра не последняя, не конечная. И если есть какая-то проблема, вот на самом деле, если есть проблема, то как организовать труб, чтобы это не было какой-то странный эпизод такой, что человек не успел вработаться, а все, ребята, достаточно. Но еще раз говорю, что когда вот до этого дойдет ситуация, что надо будет распределять этот труд между всеми, для этого сложатся общественные предпосылки, люди собирают, как это лучше организовать. Пока до этого не дошло. И вот мы теперь переходим к вопросу о том, а почему же нам, собственно, бороться за сокращение рабочего времени. Ну вот, я уже сказал, что производительность труда повышается во всех экономически развитых странах. Если брать производительность труда, собственно, так и надо брать производительность труда именно в материальном производстве, то здесь речь идет уже о повышении производительности труда за столетие как минимум на порядок. Может и больше. А что-то рабочий день не сократился в 10 раз. Он был в конце 19 века. Там 12 в лучшем случае 10 часов. Да. И вот теперь производительность повысилась на порядок. и что? На самом деле рабочее время рабочий день составляет полтора, там, 1,2 часа. Да этого не видим. Наоборот, видим большой перегруз. Я пока не трогаю ситуацию, и свой, это особая ситуация. Но у нас и ДСО между прочим, люди не трудились мало. Если вот, скажем, рабочая партия России выставляла лозунг 6-часового рабочего дня, опираясь на тот факт, что материальные предпосылки для сокращения рабочего дня созрели и перезрели. Как в 6 часов это первый шаг только, на фоне того, что можно было работать бы полтора часа в день. Только первый шаг. И он кажется каким-то странным, революционным если сравнивать с тем, что люди как трудились. А с тем, что возможно, это действительно не больше, чем первый шаг. И думаешь, ну что 6 часов-то, а не полтора часа. Ну вот, поэтому, как же так получается, что вот есть предпосылки, они реализуются. Ну вот, получается, следующим образом. Для этого надо посмотреть. Давайте посмотрим, как используются плоды повышение производительности труда в производстве капиталистической экономики. Ну вот, хорошо. Повышенность производительность трудового предприятия в два раза. Что это означает? Продуктов больше, да, труда меньше. Вот это произошло, то что можно было делать в идеале с точки зрения развития производительных сил? Можно спросить рабочий день всех в два раза. без всякого понижения зарплаты потому что продукты не стало меньше. Там рыночные позиции в этом смысле не уменьшились. Но если вы хотите там укрепить рыночные позиции, ну хорошо, вы можете понизить цену, да, значит, не в два раза сократить рабочий день, а в полтора раза. При той же зарплате, даже при более высокой зарплате, все материальные предпосылки этого есть. А что происходит на самом деле? На самом деле мы с вами понимаем, что повысилась производительность в два раза труда рабочая. Ну и капиталисты говорят, ну замечательно, на первый и второй рассчитайся, первый и второй, второй на улицу. А в чем смысл? Да как? В чем смысл? Смысл очень простой. Если ушел второй на улицу, так, зарплата этого человека куда пошла? А он что, будет делиться сам капиталист, вот если его не будут к этому приезжать, он будет сам зарплату отдавать оставшимся рабочим? Да зачем? У него прям в прибыль переведет. То есть получается, что капиталист использует повышение производительности труда в два раза, чтобы половину фонда заработной платы перевести в прибыль, ну это для него это очень понятно и объяснимо. Это очень понятно и объяснимо. Я хочу сказать, что если бы он сократил рабочее время в два раза, то там был бы вариант такой, что он мог бы и прибыль увеличить, но разумеется, темп повышения прибыли был бы не такой, когда он взял и половину фонда зарплаты себе положил в карман. Ну и теперь понятно. Ну хорошо, а теперь вот еще производительность труда повысилась в два раза. и что капиталист делает, так ему и он еще в два раза сократит рабочих, отправит на улицу, а прибыль еще раз увеличит. Это бесконечно может продолжаться. А что в итоге? А в итоге мы имеем, что если сто лет назад число рабочих и тех, кто занят производством, было там три четверти от экономически активного усиления, три четверти, то сейчас пирамида перевернулась. Сейчас в лучшем случае 20%. А остальные вот они пошли из производства. Сначала они, так сказать, из нового производства предприятия на другое предприятие, но когда научно-технический прогресс распространяется на все, то уже становятся лишними люди в производстве в целом. И поэтому их кто куда, торговлю куда хотите, выкидывают. Понятно, что часть времени связана с тем, что просто люди не заходят в производстве, а их направляют учиться на программистов, на врачей и так далее. То есть, здесь часть времени, конечно, используется высвобоженное времени для того, чтобы обеспечивать удовлетворение потребностей. Поэтому мы видим и условия капитализма, прогресс здравоохранения, видим прогресс образования, то есть, количество университетов больше, людей, которые получают высшее образование больше, значит, они лучше. и уровень общего, и уровень, точнее говоря, всеобщее образование тоже стал уже там не 4 класса церковно-приходской школы, не 7 классов, а 10, 11, 12, это обязательно, это что же, людей-то производство освобождает, то есть, вот экономия производительная туда используется и для цели развития общества в целом, потому что и сами-то рабочие теперь уже, точнее говоря, те, кто пойдут в рабочие, учатся с 12 лет, и они получают более высокое образование, чем это было 100 лет назад, когда они обучали 4 класса, 100 лет, вот эта экономия труда используется и в интересах тех, кто будут рабочими, но, скажем, что используются в интересах рабочих, вот, когда мы с вами забираем себе, было бы уже неправильно, было бы уже неправильно, поэтому, сколько бы не повышалась производительность труда, я хотел этому и все довести, вот сколько бы она не повышалась, но до тех пор, пока плоды повышения производительности используются только в интересах капиталистов, рабочий день сокращаться не будет, и рабочее время сокращаться не будет, и я хочу это проиллюстрировать теми фактами, которые приведены в литературе, вот это вот, может подумаешь, это умозрительное заключение такое, да ничего подобного, но совсем недавно, газета Вашингтон-Пост опубликовала такую статью сенатора, сенатора Берни Сандерс и, значит, председателя профсоюза автомобиле-строителей, по-моему, как-то, вот я уж не помню фамилии, в чем был смысл, эти люди говорят, интересное дело, вот в 1933 году, вы не поверите, в 1933 году в США был внесен законопроект в Сенат о сокращении рабочего дня до 6 часов, то есть в 1933 году, а удивляться этому тоже не приходится, мы же помним, что это за ситуацией была, там, глубочайший экономический кризис, четверть рабочих ходил без работы и чтобы как-то пристроить всех, можно было спокойно сократить рабочие деньги как раз на 20 процентов лишних на 25 и вот всех остались и это было совершенно нормальственно, кстати, если подумать, то ли 1927 года, потому что был НЭП такой, новоэкономической политикой, который предполагал между прочим и безработицу тоже, поскольку еще частный сектор функционировал со всеми его прелестями и вот для того, чтобы искренне безработицу предлагалось в том числе и для этого тоже сократить рабочий день и когда его сократили до 7 часов то, между прочим, эту задачу тоже и решили сокращение безработицы вот американцы со стороны рабочего класса, которые проявляли заинтересованность предложили сократить рабочий день до 6 часов напоминают 1933 год это не было никакой утопии уже тогда при той производительности труда это было возможно но, разумеется, крупный бизнес это дело провалил и никакого сокращения рабочего дня не было а было введение 40-часовой рабочей недели в 40-м году 5 дней по 8 часов вот что потом Хрущев скопировал потому что ему было наплевать на рабочий день а вот как в Америке он соревновался так соревновался что уже брал за образец то, что было в Америке а то, что было в Советском Союзе имели самый короткий рабочий день 7-часовой его это как-то мало волновало хотя вот потом он установил программу партии уже контрреволюционной буржуазной он принятый в 61-м году между прочим предусматривался введение 5-дневной рабочей недели то есть вот уже был шаг туда сделал вместо того чтобы сокращать рабочий день так вот с тех пор пишет Сандерс это американский сенатор да с тех пор прошло как мы с вами понимаем с 40-го года уже в 80-м 80 лет с лишним так значит больше половины американских рабочих и работников работников не только рабочих рабочих штучных которые заняты полный рабочий день а неполный рабочий день это не прорабочих там трудно неорганизован неПромышленных рабочих по крайней мере работают больше 40-ка часов так а значит 30 миллионов работают больше 60-ти часов в неделю Причем, они пишут, производительность труда повысилась на 400%. Ну, я думаю, что они берут очень просто эту производительность труда, они считают не производительность труда в промышленности, а в целом, значит, в экономике американской. То есть, это ВВП берут на всех, на всех занятых, и считать надо не так, а ВВП – это очень такой искажающий показатель действительно положения вещей. Так вот, если считать, что производительные рабочие заняты в производстве, конечно, производительность увеличилась не на 400%, но, я думаю, надо на два умножить. Темпы прироста производительства в промышленности, которые обеспечили высвобождение труда для целей развития непроизводственной сферы и, соответственно, увеличили материальный продукт, который использовался в том числе для развития материальной инфраструктуры непроизводственной сферы. Ну, вот они правильно фиксируют, и кто говорит выиграл, а выиграли корпорации, совершенно верно, вот я описал, правда, они не описывали этот механизм, как это корпорации за счет чего выиграли, вот они за счет этого выиграли, что, сказать, выкидывают людей вместо того, чтобы сокращать рабочее время, не выкидывая ни одного человека. Они выкидывают людей, не сокращая рабочее время, а даже иногда увеличиваясь, они немножко лишнего выкинут, чем ровно на половину, повысилась проверительность, кто сказал, что надо выкинуть только половину рабочих, а если мы три четверти? А те, кто четверть осталось, они готовы на все, что угодно, они будут готовы трудиться по 12 часов, не даже без повышения заработной платы, но просто, чтобы удержать рабочие места. Вот и все. Кто и сказал, что там такой точный расчет? Ничего подобного. Они, как разумеется, используют растущую заработную платы для того, чтобы оказывалось давление на работающих. Вот сколько бы не вышел из предварительности труда, сколько бы времени не прошло, но если решать вопрос о продолжительности рабочего времени будут капиталисты, то рабочий день не сократится ни на час. Вот то, что было бы, то, что мы сейчас видели в Соединенных Штатах Америки, то и будет, да. А вот этот вопрос еще с какой точки зрения интересен. Вот очень часто наши, значит, буржуазные экономисты говорят, ну, чего вы говорите о сокращении рабочего времени в России? Ну, производительность труда в США такая высокая, у нас там в три раза ниже, ну, как мы можем сокращать рабочее время? Вот, говорят, подождите, вот повысим производительность труда, вот тогда. Интересное дело. Я так думаю, что 97, что ли, лет назад, 27-й год, производительность труда в промышленности России, ну, была, ну, что ли, на порядок-то ниже, чем сейчас. Сейчас ввели себе с собой рабочий день, значит, она все равно повысилась. Поэтому эти умники, которые все говорят, да это не своевременно, да это утопично. Эти умники просто, они принимают вот этот порядок вещей капиталистический. Капиталистическую форму использования и повышения производительности труда за единственное возможным. Что называется, и дача свой носа не видит. Может, и видит, но, вот, что называется, вешают лапшу на уши, что, ребята, что бороться-то? Мы все время стоим по производительности труда от США, куда уж нам? Если они даже с их производительностью труда, значит, все такое долгое рабочее время имеют. Это очень корыстные и недалекие, недалекие просто рассуждения, я сейчас говорю. Потому что они вот считают совершенно нормальным не сокращение рабочего времени, а сокращение занятости промышленности. Вот они считают нормальным, потому что они буржуазные плагеты и могут сколько угодно умничать и приводить статистику. Но даже буржуазные, что называется, мыслители понимали, что если бы сокращение фонда рабочего времени использовалось не для сокращения рабочих, а для сокращения рабочего времени рабочих, то рабочий день был бы очень короткий. Ну вот, эту мысль высказал в 1930 году Джон Мейнер Кейс, который был сугубо буржуазным экономистом, который, значит, и про инфляцию этого он там здорово придумал. Но он правильно оценивал прогресс производительных сил, и он указал, что вот можно будет ввести к 2030 году, простите, 2030 году, трехчасовой рабочий день и 15-часовой рабочий недель. Ну, не будем упрекать Кейнса за то, что он не заценил прогресс производительных сил, и что сегодня уже можно было ввести при тех предпосылках, которые он писал, рабочий день в полтора часа, ну, значит, рабочую неделю, соответственно, там, менее 10 часов. Все равно он был очень смелый человек. Вот, и сейчас 9 нобельских лауреатов в области экономики, значит, 10 лет назад выпустили книгу специальную, которая доказывает, почему Кейнс не прав. То есть даже, так сказать, буржуазный, свой экономист, который вот просто объективно зафиксировал эту возможность, и то, так сказать, пинает и топчет. Чего же говорить там про идеологов рабочего класса, как к ним относится. Значит, для того, чтобы сократить рабочий день при сокращении фонда рабочего времени, нужно бороться. Вот мы видели, что расчет на то, что само развитие производительных сил, само повышение производительности труда придет к сокращению времени, это совершенно неосновательное представление. Значит, нужно вырывать капиталистов не только заработную плату, а это результат повышения производительности труда тоже. Материально продукта стало больше, и чего это мы должны получать ту же самую заработную плату, то есть, притязать на такое же количество продукта. Ну, уже выросло количество продуктов А почему мы все должны Все то же самое количество продуктов получать Я уж не говорю об инфляции Когда вас просто забирают Возможность купить больше продуктов И все покупаете меньше и меньше Но теперь их уже надо вырвать Свободное время тоже Потому что повысилась проявительность труда Вам ничего не дали свободного времени Даже еще и забрали его Потому что выкину рабочих На вас давят эти безработные То есть за это надо бороться И этот рабочий класс давно уже понял Что ничего вы не дождетесь Просто от повышения производительности труда И не надо все время И застречество повысится производительность Она уже на порядок выросла И хоть на два порядка выросла И все равно не будет Увеличения свободного времени И сокращения рабочего дня Если за это рабочий класс не будет бороться Как бороться? Мы прекрасно знаем Стачечная борьба И во всех стачках крупных В России Начиная с конца 19 века Требования сокращения рабочего дня До 8 часов Выставлялась И кое-где оно помогало Сократить рабочие дни Не до 8 часов Правда Когда началась революция И стачная борьба Стала настолько массовой Что на одного рабочего Приходилось В промышленности Полторы-две стачки в год На одного рабочего Тогда уже не один миллион Был промышленных рабочих Вы можете представить Посмотрите Если кого интересует Статистика Человека дней Забастовок В России современной Ну там Если на одного рабочего Я не знаю Минута приходится То есть разложить Ну поэтому Мы имеем такое Такое положение Что рабочий день Сокращается на протяжении Там Уже пожалуй 50 лет Да В России А вот тогда Значит В условиях Той стачной борьбы Рабочие Явочным порядком Вводили Восьмичасовой рабочий день Я напоминаю Что Очень многие Люди Из тех Которых потом Стали видными Государственными деятелями Даже военными деятелями Между прочим Из партии Большевиков Они были Вот Руководителем борьбы За сокращение рабочего дня Ну например Клим Ворошилов Да Вот он Народный комиссар Был Какой значит В вооруженных силах Так а он-то был вообще-то В Луганске Почему Луганск Ворошилов Градом На одно Он был Огромной стачки Которые Добились Тоталистов Не только повышение Заработной платы Но и увеличение Свободного времени Скращение рабочего дня И вот Как показал Теперь уже мы Понимаем с вами Опыт Полстолетия По крайней мере Сокращение Рабочего времени А прежде всего Сокращение рабочего дня Может добиться Только борьбой Рабочего класса Если этой борьбы нет Вам не только Рабочий день Длиня Вам Уберут у вас Время отпусков А придут Приведут Сократ И скажут Да у вас Время Какая Отлично И вы Спокойно Это проглотите Потому что Ну вот Не осел бороться И все Вам это отменят И дополнительные Отпуска Которые Время 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 У вас Заберут Значит Время Года Больше Работаете Поэтому Этого Мы не потерпим Это Нормальная Ситуация Бас И удлинили Что удлинили Рабочего Время В течение Всей жизни Это означает Вам не только Рабочий день Не только Рабочий месяц Если забрали Выходные И субботы Не только Рабочий год Если сократили Ваши отпуска Вам удлинили И значит Работу В течение Всей жизни Потому что У вас забрали Время Пенсии Пять лет У мужчин У женщин Вот и все И кто сказал Что это последнее Повышение Если не будет Если не будет Борьбы То во первых И на западе Мы же это видим Там тоже повышают Говорят Ну что же Повышилась Продолжительность Жизни Значит Ну Надо работать Значит Меньше И сдержит Потому что В чем выгода Питалистам Во первых Расширяется Продолжение Рабочей силы Раз Это значит Уже понижение Зарплат Во вторых Можно сократить Пенсионный фонд Отчисление Пенсионный фонд А куда Тогда Вот то что Было раньше Со страхом Перебуй Со страхом Куда А в прибыль Так у него Прямой интерес Заставить рабочих Проделиться Больше лет И не только Рабочих А всех И остальных Тоже за Рабочего дня Надо отметить Что Значит Когда рабочий класс Сокращает свой рабочий день Тогда И другие Отряд Поведящихся Тоже могут Сократить рабочий день Когда Рабочий класс Не борется Но тогда Другие Поскольку у них Организованность И возможность Вести старшнюю борьбу Значительно Меньше Они тоже Теряют Это дело Поэтому Очень Заинтересованы В том Чтобы рабочий класс Сокращал рабочий день Я хочу напомнить Между прочим Товарищи Что Вот когда вел Рабочий класс 7-часовой рабочий день И 8-часовой рабочий день И прочее Я в очень порядке А потом Законил В 2018 году Советские служащие Имели рабочий день 6 часов Вот они Насколько Это выиграли Да 6 часов Поэтому Так бы всем И нам Служащим Значит Всячески Помогать В борьбе Рабочего класса За сокращение Рабочего дня Да Потому что Когда мы так Не боремся Мы у себя сталкиваемся Говорят Вот посмотрите Вы жалуетесь Что вас Увеличивают Учебную нагрузку Жалуетесь Да А и увеличивают Так а посмотрите Как люди работают На производстве У вас что работа Тяжелее что ли И ничего не скажет Вот ничего не скажет Конечно не тяжелее Поэтому когда люди говорят Вот нам там Нам зарплату Нам Вот надо Если мы понимаем Как Развертывается борьба За сокращение Рабочего дня А что здесь есть Вангард Да Рабочий класс Если рабочий класс Удается сократить Тогда всем Сталина сокращает Если рабочий класс Вступает И у вас Что-то не знает куда Головы не поднимите Свободной минуты Не будет у вас Вот Поэтому конечно Борьба За сокращение Рабочего дня Это прямой Материальный Тест прежде всего Рабочего класса Но и всех остальных Наемных работников И так же Как зарплаты Что Зарплаты улучшат Свое положение Тогда когда Рабочий класс Улучшает Так же Свободным Временем Вот Значит Вся эта интеллигенция Наемная По-настоящему Может улучшить Свое положение В том числе За счет Сокращения Рабочего дня Тогда когда Удастся это сделать Рабочего класса Вот почему Наш прямой Материальный интерес Тоже Помочь В борьбе Рабочего класса За сокращение Рабочего дня Во всех формах Ну а это борьба Мы понимаем Борьба и политическая Тоже Поэтому нужно помочь Созданию Созданию Партии Рабочего класса Сегодня Такой партией Является Рабочей партией России Нужно помочь Созданию Профсоюзов На производстве Да Потому что Борьба Рабочего класса Организуется Через профсоюз А иначе Это действия Одиночки Которые совершенно Или эпизоды Какие-то борьбы К серьезному Устойчивому результату Они не приведут И вот когда Такая борьба Развернется Вот тогда Мы увидим Что повышение Производительность труда Действительно Будет использоваться Для сокращения Рабочего дня И в полной мере Она будет конечно Использоваться Тогда Когда рабочий класс Победит И уберет С исторической арены Тот класс Я имею в виду Класс капиталистов Который заинтересован В том Чтобы рабочее время У рабочих Не сокращалось Вот за это Надо побороться А что будет Профессоризм Об этом можно Отдельно поговорить Это конечно Тоже интересно Но вот сегодня Актуальна Борьба За сокращение Рабочего Времени Рабочего дня В условиях капитализма Я вставлю вопрос Правда Не применительно К условиям СВО Если говорить Коротко о том Что в условиях СВО Мы с вами понимаем Что промышленные рабочие Поскольку они Заняты Созданием оружия Сегодня Рабочий день Не сократить Но надо поставить Вопрос о том Что Труд в этих условиях Должен быть компенсирован Тем Что Во-первых Сократят Рабочий день После завершения СВО До До Шести часов Вот это Первая мера Потому что Люди уже Нахватались Так Этого чрезмерного Труда Что нужно Им облегчать Во-вторых Нужно Сократить Возраст Вых На пенсию Вот Забрали Пять лет Свободного Времени У людей Верните Им Тем Кто сегодня Трудится Вплоть до Того Что До 72 Часов Законы Точнее говоря Нормативные документы Это позволяют И Вам конечно Никто не скажет Какая часть Именно так Трудится Наверняка Трудится Наверняка Уж больше 40 часов Трудится Значительная Часть рабочего Класса Значит После Завершения Специальной Военной Операции Все Это надо Сделать Ну и опять Это будет требовать Борьбы Потому что Никто так Не подарит То есть Будут говорить Про трудовой Героизм Может быть Медали Дадут Ордена Но как Мы понимаем С вами Капиталистическое Государство Само И капиталисты В отдельности Сами Не будут Сокращать Рабочий день Это Требование Интересов Рабочего Класса И он должен За это Бороться Спасибо за внимание Спасибо Александр Владимирович Вопросы Это там Где вы Как раз Излагаете Вот эти Вопросы Вопрос Первый Скажите Пожалуйста Вот Капиталист Занимается Техника Технологически Неинновацией То есть Внедряет Новые Разработки Достижения Капиталистическое Производство При этом Идет Сокращение Фонда Рабочего Времени И повышение Нормы Прибыли Нормы Прибыли При этом Ему логично Приходится Сокращать Часть Персонала Организации Он не может Этого не делать Потому что Излишние Руки Ему не Ужны Автомации Техника Оборудование Заменяют Физический Труд Это вполне Логично Вы говорите Что фонд Рабочего Времени В производстве Сокращается Все Время Уменьшается Уже Несколько Десятилетий А вот Рабочий День Так и Не сокращается Это Совершенно Верно Капиталист Не заинтересован В этом Но Вот скажите Пожалуйста Вот то Что он При помощи Эксплуатации При помощи Погони За прибылью Все-таки Внедряет Техники Технологии Новые Инновации И сокращает Часть Работников Кстати Не только Рабочих Но вообще Работников Это все-таки Прогрессивный Какой-то Процесс Первый Вопрос Значит Прогрессивный Процесс Как правильно Сказали Что он Нарядяет Новую Технику Новые Технологии Это Прогрессивный Процесс А то Что он Увольняет Это Процесс Уже Не Прогрессивный Почему Потому что Вот Значит Возможность Ситуация Когда Производительность Повысилась Настолько Да И Технологии Такие Что Прежнее Количество Людей При любом Рабочем Времени Время Среднец Сообразно Использовать Возможно Да Такая Ситуация Ну Здесь Я допускаю Такая Ситуация Что Сделали Процессивный Ну Здесь Процессивный Значит Этих Людей Отправили На Переподготовку И сделали Планомерно Значит Отправили На те Предприятия Где На новые Предприятия И то есть Они не были Безработными А капиталиста Такой Заботы Уже Нет И он Просто Их Выкидывает И это Все равно Получается Мера Элекцион Это во-первых Во-вторых Не во всех Случаев Я должен Я должен Сказать Что Не во всех Случаев Появляется Необходимость Людей Увольняем Почему Все-таки Не попробовать Первые Меры Сократить Рабочий День А дальше Посмотрим Есть Некоторая Техническая Целесообразность Вот Если Мы Сократили И еще Люди Остались Да Ну Вот Чтобы Не было Такого Что Если В 10 Раз Выросло Чтобы Люди Приходили На Час Может Так И не Надо Делать Вот Ну Где-то Вы Видели Такое Повышение Производительности Туда Чтобы Вот В 10 Раз А Если В 2 Раза То О чем Я Говорил Вполне Возможно Вы Переведите На Другую Работу Повыси Квалификацию Значит Вообще Это Произошло То есть Короче Говоря Не надо Вставать На Точку Зрения Капиталиста Что Увольнение Совершенно Неизбежно Вот Куда Ближе Точка Зрения Скажем Докеров Которые Свои Коллективные Договор Записали Что В случае Если Проходит Реализация Повышения Капиталиста Эти Рабочие Места Ликвидированы То Капиталист Прежде всего Работодатель Должен Значит Определить Есть ли Рабочие Места Которые Вакантные И так Далее То есть Вы Здесь Должны Сначала Все резервы Выяснить Может Быть Даже Не то Что Нужно А вот Нужно Тогда Постоять Чего Докеров Не было Что Сократить Рабочее Время На этих Рабочих Местах Вот Не было Такого Требования Причем Замечательный Был Договор А вот Требования Сокращения Рабочего Времени Рабочего Дня Не было Поэтому Я хочу Сказать Что Первое Что Надо Сделать Не надо Вставать На позицию Толеста И считать Что Выкидывать На улицу Совершенно Технически Неизбежно Вот Я думаю Это В последнюю Очередь Надо Признавать Если Они Массово Это Делают Значит Это Неизбежно Получается Нет Разумеется Конечно Это Неизбежно Какой Смысл Держать Ненужных Работников Если Машины За них Работали Это Неизбежный Процесс Почему Вы могли Бы Я вам Хочу Сказать Прециализм Это Не будет Неизбежным Процессом У вас были ночные смены До свидания Больше нет Ночных смен Зачем вам Приглашать людей На ночные смены Пожалуйста Вот Хорошо Зачем вам Рабочий день Восемь часов Ну сделайте Четыре часа По этому пути Они ходят Или нет Они никогда Это не смотрят Они вообще Это не рассматривают Зачем вы признаете Их позицию За единственную Возможность Вот на этом Я хотел остановиться И вы признаете Что они Они-то да А что рабочие Они это проглатывают И они встают На точку зрения капиталиста Вот капиталист Это Волк говорит Я очень хочу тебя съесть Они говорят Ну конечно Ты хочешь съесть Поэтому ешь нас Вот с этим Надо соглашаться Я бы так ответил Поэтому скорректируйте Свою позицию Пожалуйста Второй вопрос Уважаемый Александр Владимирович Вот вы говорите Что При увольнениях Остается Какая-то часть Рабочего класса На оставшихся Рабочих местах И на эту Оставшуюся часть Рабочего класса Возрастает Нагрузка Вообще Строго говоря Здесь три Варианта Возможных Нагрузка Возрастает Вот ваша точка зрения Нагрузка Не меняется То что они получали То они и получают Оставшиеся И третий вопрос Раз вы Высвободились Определенные Денежные фонды То капиталист Может скажем Одну пятую часть Добавить В виде заработной платы А четыре пятых Как вы правильно говорите Перевести В фонд прибыли Три возможности Вы рассматриваете Только одну А именно Нагрузка Возрастает То есть Реальность А значит Денежное содержание Их потребительских Казинов Понижается При этом Я правильно вас понимаю? Вы меня неправильно Понимаете Потому что вы почему-то Когда говорите О трудовой нагрузке Имеете ввиду Уровень заработной платы А я говорю О трудовой нагрузке В прямом смысле Рабочий день Два раза При превышении Подготовления труда Выкидывают половину А если не половину То Вот при новой Производительности При новой технологии Оставшиеся рабочие Вынуждены работать Не 8 часов А 9 и 10 часов Вот о какой нагрузке Я говорю А тогда Отсюда следует И вопрос О заработной плате Вы предполагаете Что капиталист Может пятую часть направить Может Если у него вырвут И выбьют ее А если не вырвут И не выбьют Он ни за что Вам эту пятую часть Не отдаст Если это конечно Не овен Но таких капиталистов По пальцам пересчитать Поэтому у вас опять Как-то получается Что капиталист По доброй воле Чего-нибудь рабочему даст Весь опыт товарища Который Здесь присутствует Тоже рабочий Говорит о том Что по доброй воле Он ничего не даст Вот о чем Вот в чем суть Наших разногласий Вы сделали Такой умственный Эксперимент Что если убрать Разделение труда В реальности Это невозможно Но все-таки Если ваши логики Следовать И убрать Разделение труда То что получается Все должны Два часа Полтора-два часа Как вы говорите Обязательно Отработать Сфере производства И еще пять часов По вашим расчетам Я был бы рад Если бы это Первый сказал я То есть Надо это понимать Так Что вот сейчас Эти разделения труда И специализация И профессионализация Труда Это большое Историческое главное Согласны с этим? Это великое достижение Человеческой цивилизации Вот Это надо понимать Так Что вот скажем Если все Обязаны будут Два-полтора-два часа Отработать С целью производства То и профессор И учитель И библиотека Или там работник Нынешней любой Бюджетной сферы Код сферы Должен обязательно Работать на станке Или у меня В строительстве На лопате Или в сельском хозяйстве Там рыть землю Это так надо понимать? Но никакой профессор И учитель Никогда Туда туда не пойдет Вы знаете Эта идея Поплакивает Топическим социализмом Томаса Мора Конфонировали Потом Карл Марк Принял эту идею Вы В общем вопрос Принципиально Поставили вопрос О разделении труда Я напоминаю Как я определяю Разделение труда Чтобы мы Сказать Был правильно я понят И чтобы Мне не переписывали Небылиц Я говорил Специально В своей лекции О том Что будет уничтожено Социально-экономическое Разделение труда Которое означает Что большие группы людей Закреплены Социально-экономически За экономически Недовольными видами труда Вот Какое надо Разделение труда Мы что-ли Да А не то что В производстве там масса Я же сказал Номенклатура Много на миллионы Значит Трудовых пункций По такому же числу То есть Кто может уничтожить Техническое Разделение труда Вот Мне это Мне не приписывали Да И здесь мы С вами согласны Что И я-то с вами согласен Что техническое Разделение труда Будет только прогрессировать А вот теперь К социально-экономическому Вот то что вы даете За утопию Это есть на самом деле Уничтожение класса И первым В этом было Сказать В деле Вовсе даже не золото А например Присчитайте Сказать Энгиса Антидюринг Он как раз воевал С теми представлениями Которые вы сейчас Излагаете Значит Вот Что Он писал бы Хорош был бы Социализм Который вековечит Тащник То есть человек Который занимается Админной деятельностью Админной производительностью Трудом А дальше он говорил о том Что при социализме При коммунизме Никто не сможет Спихнуть На плечи других Свою долю Производительного труда И вот именно так Как вы говорите Вот профессор Работник Учитель Работник Здравоохранения Будет Значит работать Полтора или два часа Или три часа В неделю Там Я не знаю Через день И так далее У станков Именно так Если вы хотите Уничтожения классов И полного коммунизма Вот это Именно такая И будет ситуация Что Ленина Посмотрите Для него было совершенно понятно Что не будет деления На рабочий класс И нерабочий класс Все люди будут работники Это означает Что все в равной мере Будут участвовать В производительном труде И в этом ничего Удивительного нет Я вот еще раз повторяю Что вот скажем Сегодня На портале Русская весна Некто Лисичкин написал Говорит Каких вы мигрантов Говорите Что это мигрант У нас столько Всяких там Лишних людей В непроизводственной сфере Давайте их В производстве Да Вот он Таким образом Прилагал Я же не об этом Речь не идет Так не получится А как получится А вот У Маркса было Ну давайте У Маркса послушаем Жумные люди Маркс Они говорят о том Что надо соединить Обучение С молодых лет С производительным трудом С обучением Производительного труда И это не только Маркс говорил Это и делали в советское время Я например Ходил в учебный производственный комбинат И значит Одни сутки работал у станка Если бы я Я профессор Для меня Совсем это не утопично было Если бы на протяжении Моего стажа Работал Я об этом все время говорю Значит на станке Для меня Я был бы замечательным специалистом И что такого Кого вы видите В людях Значит Люди рождаются С отметим Значит Он будет профессор Значит Он для станка А есть люди На которых прямо написано Отпечатка уже с рождения стоит Зародимое пятно Так сказать Матери Быть тебе рабочим Вот вы утопист Потому что выступаете Против уничтожения Рабочего класса И поскольку я понимаю Что вы не хотите Быть утопистом Пожалуйста Изучите поглубже Вот эту идею Уничтожения Разделения труда И обеспечения Свободного Стороннего Радио-ссердия Общества Которые Сформулировали Маркс Энгис и Ленин Уважаемый Самый последний вопрос Ваше отношение Вашей системе Самоуправления При Иосифе Брос-Кита Рабочее Самоуправление Идеолог Кардель Эдвард Кардель При Иосифе Брос-Кита Иосиф Брос-Кита Был сторонником Рыночного социализма Его самоправление Это было Самоуправление В рамках Отдельных предприятий А отдельные предприятия Выступали Как товаропроизводители А если Из товаропроизводителей То никакого Построенного социализма Там не было И они Закономерно Совершенно Скатились в капитализм Поэтому Такое Самоуправление Самоуправление Можно понимать И Ленин говорил Самоуправление В рамках Всего Всего Рабочего Класса В рамках всей экономики Такое Самоуправление означает Что Нельзя Узаконивать Собственность на продукт С отдельным фабрикой Против этого Ленина категорически выступал Поэтому, конечно же, Чита выступал против ленинизма И такое самоправление поддерживать никак нельзя Поэтому строго отрицательно прошусь Спасибо, Александр Владимирович Спасибо, пока вопросов нет Больше я спросил Пожалуйста Тогда до свидания Спасибо большое Субтитры создавал DimaTorzok